Все мы хотим видеть ситуацию, какой хотим ее видеть. Герой сегодняшнего ролика это Лучани, исследователь, который хотел быть исследователем и пытался взаимодействовать с трупными осами, чтобы узнать о них больше. Впервые мы столкнемся с картиной происходящего, как только приплывем в наш родной город, если мы играем за корва. Мы приплывем в Карнака и увидим дом, который закрывает проход к центральной площади, в связи с тем, что там поселились трупные осы. Как правило, трупные осы обитают в тех местах, где находится большое скопление трупов, что логично. Подобно крысам, они ищут те места, там, где им будет благоприятнее всего находиться. Попав в этот дом, мы увидим, что все обвешано коконами. Все жители этого дома мертвы и закусаны до смерти трупными осами. Дело в том, что Лучани одним прекрасным вечером, идя домой, нашел труп собаки, которую искусали трупные осы. Подумал исследователь, а что бы и не взять собаку, не излечь из нее личинки трупных ос и не узнать о трупных осах подробнее. С этого и началась гибель этого дома. Лучани вытащил личинки трупных ос из тела мертвой собаки, засунул их в теплый уголок и начал ждать, пока те вылупятся. В итоге, из всех личинок вылупились всего две. Трупные осы были переведены в террариум, где продолжали свое развитие вместе с Лучани. Я предполагаю, что первые укусы Лучани получил в тот момент, когда пытался перетащить трупных ос в террариум. Но об этом нет никаких упоминаний. Нам лишь говорят о том, что он был пару раз укушен. И с этого момента мы начинаем изучать ситуацию. Дело в том, что когда мы попадаем в трупный дом, назовем его так, мы можем найти две важных записи о тех событиях, которые произошли в нем. В первой из них, а именно в исследованиях Лучани, мы можем сделать вывод о том, что Лучани изучал трупных ос и всячески пытался понять их природу. Пытался их вырастить, пытался узнать, как они существуют, как устроена их матка и откуда она берется. Он всяческими путями пытался продвинуть ос к развитию, не понимая того, что осы способны сделать это без него. Первые признаки агрессии со стороны соседей Лучани и его жена получают тогда, когда соседи, собственно говоря, замечают укусы трупных ос на теле Лучани. Они пытаются выкинуть Лучани из дома, дабы обезопасить себя и своих близких от инновационного исследователя. Жена всячески пытается противостоять соседям, дабы те оставили его в покое, и те в конечном итоге принимают решение запереть Лучани в его покоях наверху. Запереть это мягко сказано, потому что дверь, которая отделяет его от других жителей дома, это всего лишь баррикада из чемоданов, для того, чтобы ограничить себя от взаимодействия с исследователем. Трагичная история заканчивается на том моменте, когда Лучани полностью теряет рассудок от укуса трупных ос и становится их стражем. Жена и некогда защитница Лучани падает жертвой инновационного исследователя, и тот под влиянием трупных ос становится безумен. Ответ на вопрос о том, почему Лучани выпустил трупных ос по всему дому, абсолютно несложный. Теперь, когда трупные осы распространяются с предельной скоростью по всему дому, все соседи изжалены, дом превращается в трупный. Когда мы приплываем в Карнаку, в наши родимые места, мы замечаем, что дом, который граничит с главной площадью, теперь трупный дом. Все жители дома мертвы, а сам дом усеян коконами. Теперь Лучани король этого дома, король, которого с легкостью можно назвать безымянный. Субтитры создавал DimaTorzok